На этом уроке мы проведём лёгкий, сжатый и краткий грамматический разбор Суры Аль-Фатиха, открывающий. Начнём с Алистиаза, то есть «Ауузу Биллахи Мин Шайтан Рраджим». «Ауузу» — это фиалин мудалин, глагол настоящее будущего времени, марфу он поставлен в состояние рафа, для таджаррудихи минал-насаби валь-джазм, так как он свободен от амилов факторов, которые ставят его в состояние насб или джазм. «Вааламат рафахи» — признак состояния рафа в этом глаголе «адломат аз-захирату аля ахирихи», явно ломано его конце. «Вуфа'илюху и вуфа'ил» — действующее лицо, ломирон мустатирон фиихи ву-джубан, скрытое в нём в обязательном порядке местомение. «Тақдыруху ана» — этим скрытым местомением является местомение ана. «Ваалфи'алу мааа фа'алихи» — глагол «ауузу» — со своим фа'алем действующим лицом. Все это жумлятун фиалитун — глагольное предложение, «Ибетеда иятун» — начальное предложение. «Ла махалляха минал-и'раби не имеет места в падеже». «Биллахи альбау» — это харфу «джарин» — предлог родительного падежа. «Мабдину аль-касри» — с неизменяемым кончанием, с постоянной касрой на конце. «Аллахи» — это «Исмуль-джалалит» — имя величие, имя Аллах. «Маджрурум билбай» — поставлено харфом ба в состоянии «джар». «Ва аль-касри» — признак падежа «джар» в этом имени «аль-касрат аль-захирату аль-акхири» — явная касра на его конце. «Ва аль-джарру вал-маджруру» — предлог родительного падежа «ба», поставленный им в состоянии «джар» имя Аллах, «мута'аллюкан бил фа'ли» — состоят в смысловой связке с глаголом «а'узу». «Минал-шайтан» — «мин аль-тахарфу «джарин» — предлог родительного падежа «мабдину аль-сакууни» с неизменяемым кончайным суконом на конце. «Ва иннама хуррика бил фатхи и тихолюсан мин аль-тихаас саакинин». «Харф мин» получил на конце агвасов ку фатху ва избежание встречи двух сукону, в суконах двух букв «нуна» и «шина». «Аль-шайтан» — маджрурум бимин поставлен харфа «мин» в состоянии «джар» «Ва алямату «джар» и признак падежа «джар» в этом имени «аль-касрат аль-захирату аль-акхири» — явная касра на его конце. «Валь-джару вал-маджруру» — харфу «джар» мин и поставленное им в состояние «джар» имя шайтан «мутаалликум бил фаали айдан» также состоит смысловой связке с этим же глаголом, то есть глаголом «ауузу». «Аль-раджим» — это «нат» для шайтана, «сифат» — описание, определение слова «шайтан». «Ва алямату «джар» и «маджрурум митлю» — «нат» — описание или определение поставленное в состояние «джар» имени, так же как и оно будет в состоянии «джар». «Ва алямату «джар» — признак падежа «джар» в этом имени «Аль-касра таз-захирату аля ахири» — явная касра на его конце. «Дальше» «Бисмиллаху ррахману ррахим» «Бисми «ал-бао» — это харфу «джар» — предлога родительного падежа «мабнив аль-касри» с неизменяемым окончанием с касрой на конце. «Исми «маджрурум бил ба» поставлен харфом «ба» в состоянии «джар» 1. признак под意жать Жар в этом имени 알 касратин знафряту على ахри явноя Касра на его конце 8. Мудафя имя эсму является мудафем первым членом recodiment исмуlleh имя величии Аллах это мудафу нылейхи второй член recodiment yer uana cathroix поставлен мудафом в состояние Жар serumates признак подемя кассратин знафрей proposition жár note конце. Валь-джару валь-маджруру харфу жарба поставленный им в состоянии жариме и сме мутаалликун бифиалин мукаддарин муаххарин мунасибин лил макам состоит в смысловой связке с удаленным, подразумеваемым, поставленным после слова бисмиллах, после слова бисмиллах подходящим по смыслу глаголом, который является тем фактором, аймином которого действует на этот аль-джару валь-маджруруру. Тақдиру ху ақрау мақталан ауы атлу ила ахри. Этим скрытым глаголом может быть, например, глагол атлу я читаю или ақрау или абатадю я начинаю и т.д. Возьмем за основу глагол ақрау мақталан. Итак, ақрау это феалин мударин глагол настоящее будущее во времени, марфу он поставлен в состояние рафа. Почему? Ли таджару ди химнен насыпи валь-джазм, так как он свободен от амину факторов, которые ставят его в состояние насыпи или джазм. Валя мақтараф и признак состояния рафа в этом глаголе аддамы тазахрут ала ахрихы явны аддамы на его конце. Уфаалу га юа фаал, действующее лицо, это дамирун мустатирун фіхи ву жубан, скрытый в нем в обязательной форме местамения. Тақдыруху ана. Этим скрытым местамением является местамение ана. Валфаалу маа фаалихы глагол ақрау вместе со своим фаалем жумлетун фаалитун глагольное предложение. Истина фиятун возобновляемое новое предложение ла махалла хаминал ираби не имеет места в падеже. Рахмана рахимы. Рахман это нахтан аууал или сафатан ула. Первый нахт. Сафа описание, определение для имени Аллах. Нахталалаллаху и нахтал мачруру мачруру мислух. Нахт определение, поставленное состояние жар имени так же как оно будет состояние жар. То есть так же как имя Аллах. Ио нахт, имя аррахман, будет состояние жар в родительном падеже. А дальше его грамматический разбор такой же, как и его слово الرحمن, поэтому не станем все это повторять. То есть мы скажем Субтитры сделал DimaTorzok